В Полевском играли 8 команд первой группы, то есть сильнейшие коллективы области. Они боролись за места с первого по восьмое. В Нижнем Тагиле еще 6 команд разыгрывали места с девятого по четырнадцатое. Мы в принципе могли бы принять и 16 команд на два зала, допустим. Но в связи с тем, что судейского корпуса просто не хватит. С судьями проблема же. Во-первых, должна быть лицензия и так далее, и так далее. Там заморочек много. Поэтому вот мы ограничились, переговорились с федерацией, значит отдали в Тагил, значит часть, так сказать, коленства области, а сюда забрали лучшего. Помимо хозяев паркета, баскетболистов физкультурно-спортивного комплекса Северского трубного завода, у нас соревновались команды из Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Режа. Коллективы были разбиты на две подгруппы, где играли по круговой системе. Две лучшие выходили в финальную стадию, где в матчах плей-офф оспаривали места с первого по четвертое. Остальные выясняли, кто займет позиции с пятой по восьмую. К основным фаворитам турнира причисляли Нижний Тагильский Старый Соболь и Дисша номер три из Екатеринбурга, команды-финалисты первенства России этого года. Полевчани как хозяева тоже входили в число претендентов на попадание в призовые места. Мячик круглый, стремимся, да, цель у нас быть сильнейшими. Я считаю, что вышли действительно в четверку сильнейшие игры, в том числе и в городе Полевской, в котором очень интересные ребята. И даже на зоне России, на полуфинале России ваш воспитанник Матвей Логолин играл и очень даже помог. Забил свои очки очень нужные. И тем самым мы вышли в финал России. Ну, мяч круглый, честно говоря, потому что дети, они же, что, такой возраст, они все равны в принципе. Кто-то посильнее, кто-то послабее, а потом такие есть промахи, что за голову хватаются. Потом это все встанет на свои места, конечно. Хорошие, у нас неплохие ребята растут, хорошая команда, ростовые данные хорошие. С учебой тоже все нормально. В общем-то, приоритет учебы, конечно, отдаем, но работают ребята. Пять команд сильные. Полевской, два Екатеринбурга, два Тагила. Полевской? Полевской. Ну, встретимся завтра с ним, скорее всего. Сегодня они с Екатеринбургом встречаются, завтра мы с ним увидимся. Полевчане в своей подгруппе обыграли команды из Рижа и Юпитер из Нижнего Тагила, а также уступили другой тагильской команде Старому Соболю. Со второго места вышли в полуфинал, где не смогли переиграть сверстников из Екатеринбургской Дюсша номер 3. А затем в матче за третье место также уступили Тагильской Дюсша номер 4. И в итоге стали четвертыми. А чемпионом Свердловской области стали ребята из Екатеринбургской Дюсша номер 3. В матче за первое место они взяли реванш за поражение на финале первенства России у ребят из Старого Соболя со счетом 50-47.